Соревнования по олимпийской системе. Уже в эту субботу ФСК пройдет открытый всероссийский турнир по самбо среди мужчин с правом присвоения мастера спорта. О других событиях этих выходных мы расскажем в нашей рубрике «Афиша». Русский драматический театр начинает показ спектаклей для детей и подростков. Первой постановкой станет веселая сказка литовского режиссера «Принцесса и страны забвений». В этот же вечер зритель сможет увидеть спектакль для подростков «Макаки, пицца и деструкция». Проблемы школьных конфликтов, девичьего соперничества, отсутствие взаимопонимания с родителями – главной темы. А вот о чем поговорят подушки, зрители смогут узнать 27 марта в работе Артема Баскакова «Душа подушки». Все три спектакля пройдут на малой сцене Русского драматического театра. Бурятская филармония представит концерт старейшего коллектива нашей страны, не выступавшего в Улан-Удэ с 1982 года. Проект посвящается основоположнику советского джаза и столетнему юбилею со дня рождения основателя коллектива Олегу Лундстрому. Художественный руководитель оркестра «Народный артист России» Борис Фрункин. Бурятская филармония. 26 марта в 18.00. Стихи, музыка, хип-хоп и авторская песня. В эту субботу все частицы нашего города традиционно соберутся в Харацпабе, чтобы поделиться своими мыслями, чувствами и настроением. Проект называют альтернативной версией бойцовского клуба. Здесь ты попадаешь в мир, где можешь самовыражаться и быть собой. Чтицы уже захватили Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Челябинск. Теперь чтицы и в Улан-Удэ. Достаю ключи, не набирая кода домофода. Раз, два, три. Вот я дома. Аааааааа!